Вперёд! То есть официальные чемпионаты, чемпионаты России, это отдельные соревнования, то есть они проходят отдельно. Несмотря на то, что эти соревнования любительские, проходят они практически по всей России, а помимо увлечённых на гонках есть и профессионалы. В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов из пяти городов Пермского края, а также представители городов Ижевск, Екатеринбург, Югорск, Омск, Челябинск, Качканар и Барнаул. Алена Бушмакина из Югорска преодолела 800 километров, чтобы принять участие в гонках. Приехала вместе со своими сибирскими хаски. Зима, это снежа, это у нас тайра, которая боится, и это вьюга. У них даже зимние мина такие. Мы, получается, не с самого Ханты-Мансийска, а с Югорска. Это Ханты-Мансийский автономный округ. Мы любим очень пермские гонки. Мы хотим вступать в федерацию пермского ездового, ну, спорта по краю, по области. Ездим в летние лагеря сюда, поэтому все гонки пермские мы посещаем. Управлять собаками очень сложно, они должны понимать, в первую очередь, команды. Они не должны реагировать на других собак, как у нас сейчас случилось, что гуляли с собакой, а они просто пошли к ней. Вот, то есть, лево-право, они должны вообще четко слышать и слушаться. И, конечно же, они должны быть заинтересованными прежде всего в беге, вот в этом. Тогда будет намного легче. В стартах участвовали самые разные собаки. От беговых спринтерских до тяжелых весовых собак. Есть скоростные и медленные собаки, да. Вот северные ездовые как раз подразделяются на две категории. Самые быстрые – это сибирские хаски, это скоростные собаки ездовые, северные именно. А есть медленные собаки – это самоеды, это якутские лайки, маламуты. Это собаки крупные, они не могут бежать со скоростью хаски за счет своего размера, тяжести, да. То есть, поэтому эти собаки считаются медленными. Да, они медленные, но у каждого свои задачи, да. Если сибирские хаски – это как легковой автомобиль, то самоеды, маламуты, якутские лайки – это уже собаки для тяжелой работы. Это как грузовой автомобиль. Ну, такое различие. Среди всего разнообразия пород также присутствует ездовой метис. Как раз эта собака была у Александра Овчинникова, нашего земляка, занявшего первое место в забегах на лыжах. Александр также поделился особенностями подготовки четвероногих спортсменов. Подводится собака тренировками, ну и перед самим стартом уже надо маленечко выдержать собаку, чтобы она поднакопилась, подзарядилась с этой энергией, чтобы на такой короткой трассе, на спринтерской, чтобы она за небольшую дистанцию все выдала. Ездовые породы отличаются от обычных домашних. Бег на дальней дистанции в упряжках – это их жизнь. Радует, что и в нашем городе для всех любителей и профессионалов ездового спорта появилась возможность проявить себя вместе с четвероногим спортсменом. Евгений Шаров, Степан Некрасов, Новости Верхней Камья.